Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры. Настало время нашей презентации компании Skyway Capital. Комната не переполнена, скажем так, поэтому дайте мне обратную связь сейчас. Слышно, видно меня хорошо или нет. А я пока кратко скажу, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать. На презентации, которая у нас проходит по понедельникам и четвергам, мы говорим о предложении компании Skyway Capital, инвестиционном предложении. И кратко даем информацию о том, куда вы можете инвестировать свои денежные средства сегодня, с целью, скажем так, получения серьезного источника дохода. Кому-то может быть стать даже получится финансово независимым человеком, в зависимости от того, насколько вы серьезно относитесь к данному проекту и готовы инвестировать в нашу технологию. И, конечно же, кратко вначале рассказываем о том, куда идут инвестиции и что же это за проект. Сегодня рассказ будет такой же. Постараюсь недолго задерживать ваше внимание. Я предполагаю, что новичков среди тех, кто сейчас находится в нашей комнате, фактически нет. Правда или нет? Прошу поставить цифру 5, если вы уже информацию о компании Skyway Capital о технологии слышали. У нас немного людей. Если у вас есть возможность дотянуться, скажем так, пальцем до клавиатуры и цифру 5 нажать, сделайте это. Хорошо? Будем двигаться тогда по нашей презентации. Я так понимаю, что, в принципе, ага. Дмитрий поставил 10. То есть, я так понимаю, что он является... Плохо слышно? Давайте я еще посмотрю настройки микрофона. Вот. Но у меня дело в том, что я вот говорю, и микрофон даже временами, скажем так, зашкаливает. Вот. Итак. Ну, я предполагаю, что все, кто находится сейчас в комнате, информацию о компании Skyway Capital о технологии Юницкого слышали. Ага. Людмила первый раз на конференции сделала, скажем так, три оплаты. Ну, соответственно, если вы делали оплату, вы уже разбирались в том, чем мы занимаемся, да, куда мы привлекаем инвестиции. Ну, кратко об этом тоже поговорим. Итак. Речь идет о транспортной технологии. Речь идет о технологии струнного транспорта, да. Ну, и немножко шире, наверное, еще скажу, что речь идет о струнных технологиях в целом, автором которых является Анатолий Дарвич Юницкий. То есть это то, куда мы сегодня привлекаем инвестиции и, скажем так, технологию выводим на мировые рынки, да. То есть струнные технологии можно отнести транспорт второго уровня, о котором мы сейчас с вами посмотрим короткий ролик, да. Также к струнным технологиям относится строительство домов, как высоких домов, так и коттеджного плана, да, по струнным технологиям. Далее это строительство портов по струнным технологиям, взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов и по струнным технологиям можно строить мостов. Все эти, скажем так, инфраструктурные объекты можно возводить гораздо быстрее, чем по тем технологиям, которые мы сегодня используем, с экономией огромного количества строительных материалов, времени, денег, энергии людей и, скажем так, и много чего еще. Анатолий Дарвич Юницкий родился на территории государства, которое когда-то называлось Советский Союз, на территории Белоруссии. То есть его можно назвать советским, белорусским, российским ученым, изобретателем, предпринимателем. За время разработки технологий, которым он посвятил уже 39 лет своей жизни, он руководил дважды проектами организации обменных наций. Эксперты данной структуры давали свои оценки экспертные и заключения по технологии, разработанной Анатолий Дарвич Юницким. И он выделял денежные средства на развитие и внедрение данной технологии. В 80-х годах прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых призналась, что перспективность, скажем так, развития технологий струнного транспорта и внедрения их на тот момент на территории Советского Союза. Перспективы выхода, скажем так, на мировые рынки. У него более 140 различных изобретений, несколько десятков сегодня из них используются в целом ряде направлений развития промышленности и сельского хозяйства. 18 монографий и более 200 научных работ. С большим количеством материала вы можете познакомиться на его сайте. Здесь адресная строка, то, что нужно ввести, www.unitsky.com. Там есть информация касаемо самой технологии, большой класс технической информации, экономическое обоснование, почему выгодно строить дороги, почему выгодно струнные технологии внедрять сегодня в тех местах, где пойдут нам навстречу и будут готовы строить как дороги, так и те объекты, о которых я уже говорил. Три высших образования, которые Анатолий Дарвич получил на протяжении своей деятельности, скажем так, научной деятельности, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и строительства и проектирования высотных зданий, инфраструктурных сооружений, он использует сегодня в технологии, которая называется Skyway. В переводе на русский язык Skyway это небесные дороги, это самый простой перевод, в принципе Sky небо, что может быть выше неба, вы все наверное слышали название хай-тек, то есть высокие технологии, то есть у нас небесные технологии, то есть мы еще выше. Прежде чем кратко буквально пробежаться по преимуществам, которые есть у данной технологии, я вам хочу включить ролик, который расскажет о технологии транснета. Транснет это новый вид, следующий наверное шаг в развитии мировой паутины, только это мировая паутина перевозки и перемещения грузов и людей, которые в себя впитают все преимущества развития мировой паутины под названием интернет, то есть IT технологии, все те, скажем так, новшества, которые сегодня мы с вами совершенно легко используем в повседневной жизни, а 20 лет назад мы о них даже не знали, они также лягут в основу транснета и благодаря технологии, разработанной Юницким, как раз таки все прелести цивилизации, которые мы пользуемся в крупных городах, такие как электричество, то есть высокоскоростной интернет, благодаря волоконно-аптическим линиям связи, например, мы сможем провести в те уголки, которые мы сегодня считаем труднодоступными, либо недоступными вообще. Итак, транснет, мы двигаемся с вами дальше. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткость струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, вы видели ролик, который, в принципе, продемонстрировал преимущество данной технологии, то есть как она выглядит по сравнению с теми транспортными системами и технологией, которые мы сегодня используем в повседневной жизни. По большому счету, ежедневно жизнь человечества затрагивает 4 транспортные системы, такие как автомобильный транспорт, от момента производства автомобилей до его конечной утилизации. Сюда входят, скажем так, заводы, на которых автомобили производятся, автозаправочные станции, будь то газом или, скажем так, бензином или гистопливом. Сюда входит вся инфраструктура управления дорог, сюда входит ГАИ, которая управляет этим движением и так далее. Железнодорожный транспорт и грузовой, и, скажем так, пригородный транспорт железнодорожный, и междугородные движения, то есть пассажирское, начиная, скажем так, от лоткарных поездов с убитыми вагонами и заканчивая современными сапсанами, там, ласточками и так далее, и так далее, да, то есть высокоскоростными поездами. Далее мы знаем водный транспорт, и человечество, наверное, одну из первых транспортных систем, морской, речной, да, освоил уже несколько тысяч лет назад. Это был первый транспорт, который, можно сказать, в большом количестве перевозил людей. Да, и авиационный транспорт – это самолеты, вертолеты. Все эти транспортные системы нам достаточно давно знакомы, мы их используем давно, они нам привычны, да, и одна, кстати, из причин, почему данный транспорт, разработанный на Венецком, ну, не внедрён до сих пор, потому что многие чиновники различного уровня, люди мира бизнеса, которые думают, складывать деньги или не складывать деньги, да, смотрят, что этот вид транспорта не похож на те, которые мы с вами привыкли, да. Мы привыкли, что, например, автомобильный транспорт как в совершенстве. Появляются немного более экономичные автомобили, немного более комфортные, более скоростные, там, и так далее, и так далее. Что касается железных дорог, в принципе, все то же самое. Самолеты, да, то есть появляются самолеты, которые на дальние расстояния могут перевозить большое количество людей. Boeing, там, Dreamliner, там, А-380 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь совсем, скажем так, вид транспорта, который в чем-то похож на железную дорогу, автомобильный транспорт, там, автобусы, которые передвигаются, да, по стальным рельсам. Вот, но это совершенно другая транспортная система, у которой огромное количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, что мы с вами сегодня в повседневной жизни используем. Это и низкая себестоимость строительства, потому что значительно меньше строительных материалов будет необходимо для того, чтобы строить дороги по технологии Юницкого. Например, по стали экономия на километре будет составлять от 500 до 750 тонн. На одном километре дороги, если мы сравниваем с высокоскоростными железнодорожными мегистралями. По железобетону, то до 20-25 тысяч кубов, опять же, на одном километре, да, то есть, если истакады сравнивать те, которые необходимо строить нам. Как говорит Виктор Бабурин, у нас фактически для городского транспорта, скажем так, промежуточная опора напоминает фонарный столб. Ну, это не совсем фонарный столб, но тем не менее, столько материала уходит, да, там, на расстоянии 50 метров, для того, чтобы, скажем так, была установлена промежуточная опора между двумя анкерами, которые ставятся на расстояние, там, 2-3, иногда даже более километров, где, скажем так, натягиваются струны, предварительно напряженная, неразрезная, да, эстакада. Это вот как раз такие струнные рельсы, которые используются здесь технологии, разработанные Юницей. Высочайший уровень безопасности у этих дорог, в первую очередь, потому, что транспортные и людские потоки будут разведены по уровням. Транспорт будет ездить над землей, люди совершенно спокойно смогут гулять по чистым городам, пешком прогуливаясь по улице, но абсолютно не опасаясь, что кто-то их собьет. К сожалению, сейчас происходит обратное, да. Более миллиона людей каждый год погибают в различных авариях и катастрофах автомобильных. Данный вид транспорта может сэкономить, скажем так, миллионы человеческих жизней ежегодных, а за 100 лет это более 100 миллионов. И вы знаете, что в авариях у нас получается, что-то погибает и остается большое количество инвалидов, да. С разной степени тяжести, скажем так, увечья и так далее. То есть качество жизни этих людей заметно снижается. Вот чтобы всего этого не происходило, нужно использовать транспорт, который предлагает Анатолий Дарвич Юницкий. Можно использовать возобновляемые источники энергии, да. То есть данная технология практически его можно назвать экологически чистой, чего нельзя сказать ни об одной транспортной системе, не авиационной, который сжигает огромное количество, скажем так, авиационного керосина, при этом сгорает огромное количество кислорода, да, которым мы с вами могли бы решать и так далее. Не автомобильный транспорт нельзя назвать экологически чистым, не железнодорожный, хотя, скажем так, электротяга может быть она близка к чему-то такому, что не вредит экологии, да. И, в принципе, водный то же самое, если вы плавали когда-нибудь на пароходах, да, так их можно назвать одним словом, то зачастую остается шлейф от переработанного топлива, который плывет по рекам, по морям и так далее, и так далее. Какие еще важные преимущества? То есть минимальный землеотвод, то есть данная путевая структура, если говорить, например, о сегменте городского транспорта, легко может вписаться в инфраструктуру уже построенных городов. Технология SkyWay будет распространяться на три сегмента транспортного рынка. Грузовой со скоростью 120 км в час, да, перемещение транспортных ЕС. Городской до 150 км в час и до 500, и сейчас даже речь идет до 600 км в час, высокоскоростной междугородный SkyWay. То есть преимуществ много. На данном слайде краткая история, да, развитие технологии SkyWay, ее условно можно разбить на четыре этапа. Когда-то это можно было назвать, вот до четвертого этапа это называлось историей развития струнного транспорта, струнной технологии. Сейчас мы говорим о SkyWay, да, о небесной дороге. Итак, первый этап. Условно, с конца 70-х годов, с момента первой заявки на изобретение, поданной Юнистином в конце 70-х годов, до середины 90-х. Грант Советского фонда мира, признание Федерации космонавтов СССР, первая научно-практическая конференция в Беларуси, которая, скажем так, проходила под эгидой внеракетного отсвоения космоса, и плюс ко всему, в струнный транспорт, там уже о нем шла речь. Второй этап. С 95-го по 2000-й год. В это время было проведено большое количество продувок, испытаний в аэродинамической трубе, полной и более оптимальной форме придания, скажем так, будущему высокоскоростному SkyWay, да. Именно в это время был выделен первый грант организации обмененных наций. Были продемонстрированы первые действующие модели в масштабе 1 к 5, 10 к 15, что доказало, что технология жива, и ее можно применить в реальности в масштабе 1 к 1. И, по сути, на бумаге была отработана технология первого поколения. Третий этап. С 2001 по 2009 год важен тем, что в этот момент о технологии фактически узнал весь мир, да, потому что большое количество времени было уделено на каналы центрального телевидения Российской Федерации, региональные телевизионные каналы, целые тематические передачи посвящали струнному транспорту, и на некоторых передачах присутствовал сам Анатолий Дарвич и Яницкий. Во время третьего этапа внимание на технологию обратил на то время губернатор Красноярского края Александр Лебедь, и он первый, кто, скажем так, из чиновников проникся идеей строительства дорог по данной технологии и принял активное участие в создании тестового участка, либо полигона, так это называлось тогда, в подмосковном городе Озеры. В то время планировать построить дорогу от Озер до Москвы, не просто показать тестовый участок, и отработать целый ряд методик, провести большое количество испытаний, что было сделано. Во время существования полигона было получено большое количество экспертных заключений, оценок различных структур, институтов, в первую очередь Российской Федерации, которые имеют отношение к транспорту, в первую очередь. Были заключены даже государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Табаровский край, Атамансийский автономный округ, Ульяновская область. И был получен второй грант организации объединенных наций. В 2009 году, по окончанию третьего этапа, то есть в тот момент, когда, скажем так, наверное, Юльмитский больше всего располагал, расположение его души было в направлении того, что данная технология будет применяться, на госсовете, который состоялся в Ульяновске, губернатор Ульяновской области, предложил использовать данную технологию, активно развивать ее на территории Российской Федерации, внести список критических технологий, которые надо развивать у нас здесь. Кстати, все из вас практически, кто был, пришел на Зеленар немножко раньше, видели ролик, где в прямом эфире на канале Вести 24 на всю страну был показан госсовет с участием президента страны, где были все губернаторы, министры профильных министерств. Ну и по окончанию данного мероприятия Медведев дал распоряжение министерству транспорта изыскать около миллиарда рублей на развитие технологии. К сожалению, через неделю, ровно после того, как закончился данный госсовет, полигон в подмосковном городе Озеры разобрали. То есть по косточкам ничего не осталось, но полигон сыграл свою роль, то есть был продемонстрирован трудный транспорт, потому что территорию полигона в подмосковном городе Озеры посещал целый ряд еще и международных делегаций, которые увидели транспорт недалекого будущего. Важно, что Юницкий не опустил руки и продолжал вести работы, вести переговоры с людьми мира бизнеса, с людьми, которые относятся к административному ресурсу разного уровня целого ряда стран. К сожалению, все эти переговоры заходили в тупик. И вот на четвертом этапе, на котором мы сейчас с вами находимся, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Юницкого. Она была оценена европейскими компаниями, агентствами, у которых есть на этой рецензии в сумму 400 миллиардов долларов США. И было принято решение Анатолиуму Дарвичу, его соратниками на тот момент, начать движение, сбор инвестиций с целью строительства еще одного такого тестового участка на тот момент, так это звучало, либо полигона, продемонстрировать еще раз, что из себя представляет уже транспорт SkyWay следующего поколения, потому что речь сегодня идет о четвертом поколении струнах технологий, и привлекать эти инвестиции посредством народного инвестирования либо краудинвестинга. То есть это слово краудинвестинг вошло в нашу с вами жизнь, наверное, последние два года. То есть до этого оно практически не было известно, нигде, никому. Сегодня предоставляется возможность абсолютно любому человеку с любым уровнем дохода, неважно, сколько ему лет, уровень образования, в какой стране он живет, стать совладельцем технологии, проинвестировать какую бы то ни было сумму денежных средств, в зависимости от пакета долей компании, которую он сегодня выбирает, на очень выгодных условиях. У группы компании SkyWay в момент начала, скажем, привлечения инвестиций был разработан четкий 15-этапный план по введению технологий на мировой рынок, транспортный. И к концу 2017 года предполагается, что отдельная стоимость одной отдельно взятой акции будет составлять 1 доллар США. Сегодня можно приобрести эту акцию за несколько центов, несколько десятых долей центов, в зависимости от пакета, которые вы приобретаете. Первые инвестиции в наш проект пришли в январе 2014 года. Сегодня мы работаем над тем, что привлекаем инвестиции в строительство тестового участка. Мы об этом сейчас с вами поговорим. Этот участок у нас находится на территории Республики Беларусь. И вот, чтобы не быть голословным, чтобы подтвердить мои слова, то, что существовал полигон, то, что были проведены испытания, то, что технологию узнал весь мир. Я включу короткий ролик, 2 минуты. И дальше мы с вами будем двигаться к центру информации нашего вебинара. Поговорим еще немного о технологии. Перейдем к предложению компании SkyWay. Готов, прием. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная трансбота система, это очень надежная система. И доказательством того, является то, что я стою под грузовиком в основном 12-м. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели, действующие, и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики, соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнен многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, мы находимся на четвертом этапе. Задача сегодня – это привлечение инвестиций с целью строительства эко-технопарка. Это называется у нас так. На данном слайде вы можете видеть короткий перечень структур, эксперты которых давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосферном городе Озера. Их значительно больше. Полный список, скажем так, посмотреть эти заключения вы можете на сайте Анатолий Эдуардовича Юницкого либо найти, скажем так, эти материалы на сайте компании Skyway Capital. Здесь вы видите знакомые названия Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта и Министерство экономики транспорта, ГОСТовой России и так далее. За все время было получено более 50 патентов на ноу-хау, которые используют Анатолий Эдуардович в своей технологии. И на различных международных выставках и форумах было получено более 40 различных международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков. 2014 год, когда началось привлечение инвестиций, наверное, одним из ключевых моментов еще стоит отметить, что в Белоруссии в мае месяце у нас появились первые конструкторские кадры. То есть это очень важное событие, которое произошло в 2014 году. Начав сотрудничать с компанией в 2014 году, я помню, будучи менеджером отдела информационной поддержки, что мы тогда радовались там, допустим, новости, которые у нас появлялись раз в месяц, развитие технологий, о том, что у нас что-то сделано и так далее, и так далее. Наши инвесторы переживали, что же все-таки происходит, мы проинвестировали деньги и прочее. Сегодня у нас ежедневно там по три, по четыре новости. Был бы желание у вас за этими новостями следить. 2015 год стал ключевым, потому что именно в 2015 году, в начале года, компания определилась с участком местности, где мы сегодня осуществляем строительство. По правилам, по законам, которые существуют в Республике Беларусь, нужно было, скажем так, дождаться аукциона, который состоялся на земле в июне месяце 22-го числа. И на этом аукционе за компанией струнной технологии, генеральным директором, который является генеральный конструктор технологии Анатолий Дарченитский, был закреплен участок местности 36 гектар в Минской области далеко от города Марина-Горка, Пуховичский район. Долгосрочная аренда, и там сегодня осуществляется строительство эко-технопарка. В конце месяца была сделана запись в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. Весной 2015 года прошли конструктивные переговоры в Угненных Арабских Эмиратах и намечены, скажем так, пути взаимодействия с нашими арабскими партнерами. Далее, в начале лета в Австралии нашелся наш инвестор, который познакомил экс-министра транспорта, известного человека в Австралии, господина Руду Хука, информацию о развитии технологии струнного транспорта, о развитии технологии Юницкого. В сентябре 2015 года Росхук приехал на территорию Экотехнопарка, был в конструкторском бюро, несколько дней он был в Белоруссии, познакомился с натурой Дорадовича Юницким, его все это очень сильно вдохновило и он принял решение, скажем так, развивать данный вид транспорта на территории Австралийского континента. Мало того, осенью 2015 года состоялась процедура закладки нулевого километра будущей дороги Скайлэйна территории Экотехнопарка. Вот здесь вы видите на нижнем рисунке данного слайда процедуру, скажем так, что нулевой километр был заложен, это было 17 октября. Состоялась международная конференция, несколько десятков наших инвесторов принимали в ней участие, из всего ряда стран, те, кто приехал на территорию Экотехнопарка высаживать свои именные деревья. У нас была акция, посади дерева. Также осенью предприятие струнной технологии вместе с Пуховичским райисполкомом принимало участие в тендере в программе «Зеленая экономика Республики Беларусь». То есть часть денежных средств, там вся сумма составляла порядка 5 миллионов евро, досталась и нашему проекту, там она была разбита где-то на два десятка проектов, которые принимали участие в данном тендере. Это, наверное, один из тех случаев, когда к нам пришли денежные средства не из народного инвестирования. Вот мы выиграли этот тендер. Далее, что еще важное было осенью 2015 года, в сентябре, специалистами нашей компании был получен так называемый международный инвестиционный код ценной бумаги, i7. Это тот код, который получают практически все компании, акции которых сегодня котируются на международном рынке. По поводу звука, я обращаюсь сейчас ко всем, кто находится в комнате. Поставьте, пожалуйста, минус, еще те, у кого тоже звук плохой. То есть, если я минус не увижу, я просто продолжу вещание дальше, а Людмиле могу только предложить либо перезагрузиться, либо прямо вот глядя на окошко, вот как я сейчас у вас вещаю, подведите мышку, у вас есть там уровень регулировки громкости ваш на приемной стороне. Отрегулируйте просто немножко, добавьте звук, и тогда, возможно, вы будете меня слышать лучше. То есть, каждый из вас, сидя на своем месте, может эту процедуру осуществлять. То есть, взять и добавить звука со своей стороны. Далее, в конце ноября 2015 года руководством компании было принято начать использовать новый инвестиционный продукт. Это возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. То есть, нашим инвесторам удобно ежемесячно инвестировать небольшие суммы денег, и при этом на выходе получать пакет пару десятков тысяч от нашей компании, либо больше. Компании это выгодно, потому что мы наперед можем смотреть. Если большое количество инвесторов оплачивает рассрочку, мы можем планировать тот перечень работ, которые необходимо осуществлять на каждом этапе развития нашей компании. Сегодня мы, кстати, находимся на седьмом этапе развития компании, группы, компании Skyway. Да, вот из того плана, про который я говорил, который был составлен еще в 2014 году. Итак, 16-й год, да? Вот, 16-й год ознаменовался тем, что в начале года Анатолий Дарвич написал письмо Дмитрию Медведеву. Да, сегодня он премьер России. И в этом письме он поблагодарил Дмитрия Анатольевича за то, что он обратил внимание в 2009 году на технологию струнного транспорта и написал в письме, что мы нашли ответ на самый важный вопрос, который вы задали. Найдете инвестиции тогда, стройки данной дороги, да? Мы приглашаем вас на просмотр того, что мы будем демонстрировать осенью, в Белоруссии на территории технопарка. Поэтому приезжайте, убедитесь сами, каких успехов мы достигли. В феврале месяца, 11-го числа, на заседании экспертного совета, вы видите протокол этого экспертного совета, технологию, которую представлял Анатолий Дарвич Юницкий, признали инновационной. То есть это очень важный шаг, мы к нему долго шли. Это как бы так, ответ на сомнения тех людей, которые долгие годы, Юницкий, как я вам говорил, 39 лет развивает технологии, а вот мы работаем по этой системе два с половиной года, да, получается, с января 2014 года. Ответ всем тем скептикам, которые говорили, что это непонятная пирамида, непонятно вы чем занимаетесь, и ты несерьезный человек, у тебя есть какой-то там маркетинг, у тебя есть серьезные технологии, и так далее, и так далее. Вы понимаете, что какой-нибудь хайповский проект или несерьезную технологию Министерство транспорта России не признает инновационной. Мало того, 25 марта 2016 года, этого года, тот же экспертный совет признал перспективную технологию Анатолия Дорочево-Ницкого. То есть было дано распоряжение в дальнейшем наметить согласование, скажем так, взаимодействие Министерства транспорта со специалистами компании струнной технологии в Белоруссии, то есть конкретно разработать, скажем так, примеры дорог, которые могут быть построены в целом гряде регионов, и сравнить с теми технологиями, которые мы имеем на сегодняшний день. И, конечно же, все ждут демонстрации действующей дороги Skyway на территории технопарка в Белоруссии. Важным мероприятием, которое состоится у нас этой осенью, будет мероприятие, называемое «Инотранс». То есть это раз в два года проходящий форум транспортный в Европе, в Евросоюзе, в городе Берлине, в Германии. С 20 по 23 сентября будет проходить данное мероприятие. Специалистов нашей компании, выглавив с Анатолием Ударовичем и Визиским, оттуда пригласили. То есть не мы ходили, обивали пороги, а приглашение пришло непосредственно оттуда. В категории «Транспортные инновации» будет представлена технология Skyway. Анатолий Дарвич принял решение продемонстрировать действующую модель полномасштабного Юнигуса, городского Юнигуса и легкой трассы, так называемый «Юнибайк». В 2016 году планируется осуществить следующие работы. Это закончить строительство тестового участка городской трассы. Город, недалеко от города Марина Горта, который, скажем так, передвижение Юнигуса со скоростью до 150 км в час. Сейчас уже параллельно строится легкая трасса и параллельно началось строительство грузовой трассы с погрузочно-разгрузочным терминалом. Те же самые амперные опоры, промежуточные опоры и так далее. К концу 2016 года планируется с начала 2017 года продемонстрировать уже и грузовой трассы. В этом году у нас состоялось мероприятие, которое называлось «Экофестиваль». 23-24 числа уже прошел форум крупный в Минске. Под Минском на территории Эко-технопарка в первый день более 700 инвесторов из более чем из двух десятков стран. Своими глазами увидели, во что, скажем так, были вложены деньги, что проделан на сегодняшний день. Конечно, все сразу на территории Эко-технопарка увидеть сложно, потому что, помимо того, что идет стройка, деньги инвестируются в материалы, которые необходимы, конструкции, которые делают на целом ряде предприятий Беларуси, узлы агрегаты, которые изготавливаются на целом ряде предприятий Сателлитов. Все это четко контролирует лично генеральный конструктор технологии и руководители 15 наших конструкторских бюро, которые у нас на сегодняшний день работают в городе Минске на проспекте Дзержинского. Итак, «Инотранс» состоится в сентябре, и после, скажем так, данного мероприятия состоится демонстрация в Беларуси уже, скажем так, действующей трассы городского Skyway. В последнее время все чаще и чаще появляется информация в средствах массовой информации о развитии технологий Skyway. И не только на территории Сан-Гео, в странах Европы, в Австралии. Целый ряд, скажем так, телевизионных новостей, там ABC News, 9 News, 7 News, 7 News, каналы, они давали, скажем так, подробную информацию о технологии и с включением рода Кука, который разъяснял, что из себя представляет данная технология. Радио, каналы, которые, скажем, целый ряд радио FM-диапазонов в Австралии тоже рассказывали о технологии Skyway. Радио Эхо Москвы буквально месяца полтора назад давало информацию о том, что существует такая технология, даже в Австралии голосование. Огромное количество уже средств массовой информации в интернете, печатных изданий рассказывали о технологии Skyway. Буквально в июне месяце состоялась крупная конференция в Словакии, телевизионные словацкие каналы, на венгерском языке была информация о Skyway. И в Словакии был заключен договор о взаимодействии со Словацким транспортным университетом. И цель, скажем так, этого взаимодействия создания адресных проектов на территории Словакии и стран Центральной Европы. И буквально через несколько дней после данного события вышел репортаж на телевидении Словакии о том, что задумывается руководство, скажем так, муниципалитет города Нитро о возможном строительстве дорог по технологии, разработанной Ницким в своем городе. Потому что сейчас там, как бы так, они начинают выбирать между Cyberlook, о котором мы тоже часто тут говорим, нам задают вопросы, и технологии юниципалитета. Но, скажем так, наверное, на два порядка дешевле будет построить по технологии Анатолия Гардовича дороги в Словакии, чем это предлагает специалисты компании Cyberlook. Ну и чтобы не быть, опять же, голословным, про средства массовой информации, вы знаете, что фактически в любой стране мира есть Центральный телевизионный канал. В любой. Будь то Казахстан, Россия, Германия, или где то еще. Много частных каналов, но Капаева есть государственные, которые вещают. Но может быть в Соединенных Штатах Америки нет государственного телевидения, там все оно частное. Хотя, скажем так, политика государства на многих из них диктуется, что, о чем говорить и так далее. Так вот, недавно на канале Беларусь 1 передача Панорама, это как наше время, например, в России, либо Вести и так далее, шел рассказ о технологии, разработанной Ницким. Поэтому я вам сейчас предлагаю посмотреть этот ролик трехминутный, а потом просто с вами продолжим рассказ уже непосредственно об инвестиционном предложении о мире инвестиций, частично, то есть то, что вы можете сделать при участии в нашем проекте, чего добиться, какой на выходе вы можете получить доход и так далее. В мире на данный момент нету похожей технологии. Автобусы над головой. Новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработает в Мариной Горке. На так называемом Юнибусе уже мечтает прокатиться Кристина Страх. В Мариной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный, располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет в два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час и это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере, именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Мариной Горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено два с половиной гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технология, объясняют авторы идеи, несложная. В основе лежит колесо, оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы, это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте, от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Мариной Горке возводят три трассы. Пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые, междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, с вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы илюминия высокопрочные для рамы, допустим. В качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем. Для корпуса, для облицовки используем частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории по их расчетам все должно заработать идеально. Что произойдет на практике узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тихонович, Агентство Теленовостей. Итак, друзья, это то, что происходит сейчас. То есть, скажем так, технологии, как мы говорим, узнают все большее количество людей. И люди, которые на первом этапе не стали обращать внимание на развитие нашей технологии, думали, что у нас ничего не получится, это люди мира бизнеса, чиновники уже стали, скажем так, задумываться и отслеживать информацию, отцовки уже, скажем так, активно изучают данные материалы. И высока вероятность, что осенью у нас в Белоруссии, когда будет демонстрироваться данный вид транспорта на территории этих технопарк, уже будут серьезны, как мы говорим, люди, да, там государственные, может, чиновники, высокий уровень и так далее. Кстати, 24-го числа, после окончания выставки на Транс, появится конференция в городе Берлине, и об этом информация уже появилась в личном кабинете каждого партнера. У нас есть лендинг, да, я покажу, здесь даже на слайдах будет написано, где находятся реферальные ссылки, и по последней реферальной ссылке, которая у вас в кабинете появилась, там есть лендинги, вы можете начать и ознакомить, нажать точнее, ознакомить с информацией, как об инотрансовом мероприятии, так и об конференции, которая у нас состоится по окончанию данного мероприятия. Там вы можете зарегистрироваться, купить билеты как на мероприятии на Транс, так и на выставку, так и на презентацию, конференцию, которая состоится после данного мероприятия. То есть, вы можете эту ссылку давать людям, да, разным людям, тем, кто вас окружает, причем проживающие на территории или в Европе, и ознакомившись с данным материалом, люди могут и зарегистрироваться, потому что к данному времени будет прикреплена ваша реферальная ссылка, и посетить данный мероприятие. Если они проживают в Германии, например, если у вас и ее знакомы, то для них это не составит труда в один из четырех дней посетить выставку, и потом возможно посетить конференцию, на которой будет лично выступать Анатолий Горович Юницкий, Виктор Боборин, давать информацию о том, что было проделано, как прошла выставка, какие на сегодняшний день планы развития нашей технологии, и чего мы добились на тот момент. Компания Skyway Capital, мы говорим, что сегодня идет презентация именно ее, то есть мы занимаемся привлечением инвестиций. Компания инвестиционная, зарегистрированная в Великобритании, являемся официальными партнерами группы компании Skyway по привлечению инвестиций. На сайте нашей компании вы можете зайти и найти видеоролик подписания договора взаимодействия между компанией Skyway Capital и компанией, руководимый Анатолий Горович Юницким. В городе Митске все это проходило в конце 2015 года. То есть своей деятельностью мы способствуем заведению инновационного транспорта на мировой транспортный рынок, мы с вами вам говорили в предыдущую часть нашего вебинара. А система привлечения инвестиций у нас осталась такой же, как и была у компании Российсистем. Краут инвестинг – народное инвестирование. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для строительства технопарка, реализации технологий, система привлечения краут инвестингов. Ну и результаты, как вы понимаете, это 2017 год, мы на это серьезно нацелились, вывести технологию на мировой транспортный рынок, а всех наших инвесторов, которые становятся сегодня совладельцами технологии, приобретают пакеты далее компании, довольными, счастливыми вывести на рынок инвестиции, на финансовый рынок, где они в дальнейшем уже будут думать, что делать с этими пакетами. Либо продавать их по выгодной цене, которая вырастет в разы и на порядке фактически, либо сдать дивиденды от тех адресных проектов, которые будут использовать в своей основе технологию, разработанную Антонием Эдуардовичем в нашей компании. Задача, которую мы ставим перед собой – это привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. Фактически данная возможность похожа на те, о которых пишет в своих книжках, по крайней мере, Роберт Киосаки. То есть люди, мультимиллионеры, миллиардеры – это те, кто умеет распознать на начальном этапе перспективную идею, вложить туда какую-то сумму денег. Дальше эта идея начинает раскручиваться. Компания, которая эту идею реализовывает, выходит на финансовый рынок, акции начинают скотироваться на биржах. То есть основную стенку, как мы говорим, снимают те, кто проинвестировал свои денежные средства в начальном этапе. Вот у каждого из вас сегодня есть такая возможность. На очень выгодных условиях выбрать для себя за незначительную сумму денег какой-либо из пакетов долей компании Skyway Capital. Также наша задача – это создать благоприятные условия для возможности инвестирования каждого нашим инвесторам. То есть чтобы вы могли, не выходя из дома, используя, скажем так, устройство, которое у вас есть дома, и интернет, если он есть, выйти в интернет, разобраться с информацией, задать вопросы, кстати, нашему отделу информационной поддержки, то есть с 10 до 7 по Москве, до 19 по Москве, у нас работают в квалифицированных специалистах. Здесь в адресу щипок дом 22 строения 1 и готовы в любой момент прийти вам на помощь, ответить на ваши вопросы, которые возникают, это технологии по компании и по пакетам долей компании, как это приобрести и так далее. Мало того, они готовы вас сопровождать в дальнейшем, обеспечивать максимальную прозрачность действий, которые можете делать вы, то, что делаем мы, и информационно сопровождать по всему тому, что происходит в развитии нашего проекта. Условно, опять же, можно разбить реализацию технологий на четыре части. Первый из них самый важный – в своевременном финансировании каждого отдельного взятого этапа. Сегодня, как мы говорили, мы находимся на седьмом. Этот этап подразумевает определенное количество работ, которые необходимо провести. Соответственно, нужно финансировать реализацию этих работ. Важная задача – это строительство эко-технопарка, демонстрация транспорта и его сертификация, и уже в последующем реализация адресных проектов и получение прибыли в недалеком уже будущем. Итак, мы перейдем теперь непосредственно к инвестиционным пакетам, которые у нас есть на сегодняшний день, в личном кабинете каждого партнера. Сейчас вы видите на экране стандартный проект, так называемый, да, это инвестиции на сумму от 15 долларов США до 150 тысяч долларов. Как я говорил, стать инвестором в нашем проекте фактически может любой человек, ну, главное, чтобы он был взрослым, у него была возможность доставить все документы, паспортные данные и так далее, вот, и приложиться, скажем так, в наш проект на ту сумму, на которую он готов это сделать. То есть никто не заставляет продавать последние вещи, да, относить что-то в ломбард, занимать у кого-то какую-то сумму денег, брать кредиты и так далее, так далее. Вы можете комфортно войти в наш бизнес, в наш проект на 15 долларов, на 30, на 60, на 130 и более, да, то есть на те денежные средства, которые сегодня вам можно проинвестировать, при этом качество вашей жизни совсем не изменит. И в дальнейшем, делая простые шаги, о которых мы поговорим буквально через пару минут, стать крупным инвестором в нашем проекте, при этом не затрачивая больших денежных средств на приобретение крупных пакетов долей компании. Как это сделать, мы с вами поговорим. Далее. Каждый пакет, который у нас здесь есть, от 15 до 150 тысяч долларов, имеет уровень доходности. Вот этот столбик, третий, свело. Соответственно, если вы покупаете, например, пакет стоимостью 200 долларов, ваши денежные средства сегодня, в конце 2017 года, когда каждая отдельно взятая акция будет стоить 1 доллар США, умножится в 100 раз. То есть на порядок, на два порядка выроса. Соответственно, получается, у вас на выходе будет 20 тысяч акций нашей компании. По мере реализации технологии, по мере строительства дорог, вы понимаете, да, технология будет использоваться, скажем так, нужность данной технологии для людей будет все возрастать каждым днем и, соответственно, эти акции будут расти в цене. Что вы сделаете на тот момент, когда мы выйдем на мировой рынок инвестиций, да, продадите эти пакеты и получите значительно больше денег, чем сейчас, и вы будете ждать дивидендов, решать вам. Если у вас будут на тот момент очень крупные пакеты, вы можете часть продать, да, а на оставшееся количество долей компании ждать выплаты дивидендов в тех адресах проектов, которые технология будет использована. Это стандартный профиль. Как правило, большое количество людей, наших инвесторов, покупают данные пакеты долей компании с акционного счета. У нас такой счет есть, я на нем еще заострю внимание. Дальше, у нас есть пакеты, которые можно назвать акционными, да, те, которые не действуют постоянно, но сегодня они есть в разделе личного кабинета, в разделе инвестировать. Любой человек сегодня может принять участие, например, в инвестировании по схеме инотранс. То есть вы можете приобретать 4 пакета, да, по тысяче долларов. Первый раз вы сделали инвестиции, вам начислют 235 тысяч акций нашей компании. Если вы сделаете второй платеж не позднее, чем через месяц после покупки первого за тысячу долларов, вам начислют еще 270 тысяч. Если вы сделаете третий платеж, то еще 290, а четвертый еще 300 тысяч. Суммарно это будет там порядка миллион 100 тысяч акций нашей компании. Далее, у нас есть пакеты, которые введены в наш личный кабинет порядка двух месяцев назад, так как активно развивается рынок Западной Европы, так как активно, скажем так, строятся партнерские структуры и люди там готовы инвестировать все-таки более значительные денежные средства, да, уровень доходов в тех странах значительно больше, чем у нас. У нас есть пакеты стоимостью разовой оплаты 5 тысяч, 10 тысяч, 25 и 50 тысяч долларов с более выгодным дисконтом, чем тот, который мы видели в стандартном прайсе. То есть вы видите здесь, например, пакет стоимостью 10 тысяч долларов, у него уровень доходности 325, то есть на выходе человек может получить 3 миллиона 250 тысяч акций. Здесь такой же пакет, но в принципе вот этот крупный соответствует дальше, который у нас стоит 50 тысяч, у него более выгодный дисконт, чем в классическом варианте стандартном прайсе сети. Мало того, данный пакет предоставляет эксклюзивное право владельцу этого пакета приехать на территорию технопарка и высадить свое именное дерево, да, причем на пакетах от 10 тысяч и выше. Эксклюзивное дерево, то есть там дерево редкой породы, которое будет высажено на территорию этих технопарка. Далее у нас недавно появились пакеты, которые ориентированы на тех людей, кто активно развивает партнерскую структуру. То есть у нас есть бонусный счет, на который начисляется денежное вынаграждение. Соответственно вот эти пакеты, которые стоят 250, 400 тысяч и 1800 долларов, вы можете купить только с бонусного счета. И здесь очень выгодный дисконт, потому что вот здесь максимально вы видите 318, да, дисконт на пакете 1800, то здесь мы можем посмотреть в стандартном, да, 2000, дисконт 200, а тут у нас получается дисконт 300 с лишним, то есть уровень доходности. Такое количество раз возрастают ваши инвестиции, но приобрести эти пакеты можно только в тех начислении, которые вам компания делает, когда вы активно развиваете партнерскую структуру. Далее у нас есть пакеты далее компании в рассрочку. Вот здесь уже выделена картинка, да, привычные пакеты под названием старт, сеньор, стабильный и бизнес. Вот на этих пакетах вы на выходе получаете 26 тысяч с небольшим, 60 тысяч, 65 и 405 тысяч. Если вы сделаете в течение выплат этой рассрочки, рассрочка оформляется на 10, на 8 и на 9 месяцев, да, в зависимости от пакета. Если вы сделаете двойной платеж, а он у нас считается сделанным в интервале времени не более 24 часов между проплатами, да, то есть одна проплата и вторая, вам дополнительно будет начислено от 9000 до 144. То есть фактически вы можете получить значительно больше пакет долей компании, если сделать этот двойной платеж во время действия этой рассрочки. То есть вместо 26 тысяч у вас будет 35 тысяч, да, вместо 405 – 549 тысяч. Далее крупные пакеты долей компании в рассрочку, то есть это инвестиции от 500 долларов в месяц до 5000 долларов, также с выгодным дисконтом, да. И недавно буквально у нас появились пакеты, которые вы можете приобретать на своих детей возрастом, скажем так, от одного дня до 17 лет. Они называются малыш, они называются студент, тоже с выгодным дисконтом. Если делаете двойной платеж, то на выходе у вас будет не 100 тысяч акций, например, а 135, 130 тысяч акций. А если вы еще вовремя будете все оплачивать, то вам дополнительно 5000 акций будет начислено еще на премиальный счет. То же самое происходит на пакете студентов. То есть сегодня вы можете делать такие инвестиции, в принципе, 65 долларов, например, да. Ну это, наверное, даже не один поход в магазин по большому счету. Некоторые люди в магазины набивают, скажем так, сумки в конце недели и тратят там около 10 тысяч рублей, да, там 7 тысяч рублей в крупных наших Ашанах, там где-то еще и так далее. Здесь 65 долларов, то есть сумма не такая, как мы говорим, убийственная. Это половина похода единоразового магазина, но если вы будете 9 месяцев поплачивать эту рассрочку, соответственно, своему ребенку вы можете обеспечить пакет акций, ну минимум 100 тысяч, да. Если говорить о пакете студентов, то с двойным платежом это получается более 330 тысяч. Помимо всего прочего, как я говорил, что любой человек, проинвестировав незначительную сумму денег, может стать крупным инвестором в нашем проекте, крупным акционером, благодаря партнерской программе. То есть в дальнейшем вы можете получать прибыль от тех долей компании, которые вы сегодня приобретаете, да. А работая, скажем, активно в информационном русле, давая информацию своему окружению о том, что есть такая технология, есть такая компания, есть возможность зарабатывать деньги уже сегодня, вы можете зарабатывать деньги по партнерской программе. У нее большое количество преимуществ. Проценты, что и какие вы получаете, от каких действий, какие у нас квалификации, мы подробно рассматриваем, я, по крайней мере, об этом говорю, по вторникам и пятницам. И завтра в 13 часов будет эта информация. Здесь просто на слайде, наверное, наиболее яркие преимущества нашего маркетинга, да. То есть минимальная сумма инвестиций вы видели 15 долларов. Если вы даете информацию своему окружению, люди регистрируются по вашим реферальным срокам, они что-то приобретают, вам начисляется процесс. Вы растете в квалификации, у нас 6 карьерных уровней, да. Вы никогда не можете вернуться на предыдущую, то есть у вас односторонний рост. Квалификацию подтверждать не нужно, так это часто происходит даже в повседневной нашей самой жизнедеятельности, да, не важно, где мы работаем. Достаточно высокий процент выплат от привлекаемых инвестиций, до 20 процентов с первого поколения и до 7 процентов от 0,1 с глубины, вплоть до 24 уровня. Людей, которых вы можете пригласить за собой в этот проект, никто вам не ограничивает, то есть первого поколения максимально приносящие деньги вам, вот. Там может быть 10-100 тысяч рублей. Главное, чтобы вы эту информацию давали и за вами шли люди. И бонусное вознаграждение, вот деньги, мы вам начисляем на бонусный счет, который вы можете выводить, покупать пакеты, которые я говорю, да. Вот. И на акционный. На акционный счет это до сих пор еще подарок компании. Она вас благодарит за то, что вы развиваете партнерскую структуру. То есть половина суммы, начисляемая вам на бонусный счет, идет на акционный. Вот. Акционные деньги вы можете потратить только на пакеты долей компании из стандартного прайс-систа, который я сейчас начал рассказ о пакетах долей компании. Вот. Таким образом, даже, как я вам говорю, проинвестировать 15 долларов, давая информацию людям, строя партнерскую сеть, вы можете деньги с акционного счета просто-напросто накапливать, например, и покупать там пакеты стоимостью тысячи долларов, две тысячи долларов. Соответственно, у вас будет 100 тысяч, 200 тысяч акций, благодаря каким покупкам появляться. Тем самым вы увеличиваете партнер инвестиции в наш проект. У нас есть целый ряд инструментов для развития партнерской программы. Это план вознаграждения, с которым можно ознакомиться, скачать на компьютер, рассказывать самому своему окружению в разделе инструменты партнера. Реферальные ссылки. Вот здесь, кстати, появилась шестая сейчас реферальная ссылка на лендинг по мероприятию на транс и по конференции, которая состоится 24 числа. Баннеры для тех, кто умеет использовать, скажем так, и активно работает в инфобизнесе, у кого есть свои блоги, сайты, вы можете данный баннер размещать на своих страницах. Люди могут переходить потом после клика по баннеру на наши информационные ресурсы и становиться вашими реферальными партнерами. То же самое относится и к разделу новостей. У нас есть кнопки соцсетей. Вы можете делиться понравившись своей новостью, свой аккаунт соцсетей. И люди благодаря данной информации читают о технологии, переходят на наши ресурсы, нажимают кнопку регистрации, становятся вашими партнерами. Также к инструментам партнеров можно отнести подобные мероприятия, презентации, которые проходят в городах и странах. Расписание этих презентаций вы можете найти в разделе расписание вебинаров. У нас там есть сейчас две таблицы. И вебинары, которые мы проводим в режиме онлайн, и презентации, которые проходят, как мы говорим, в живой форме. Вот у нас в Москве вчера была такая презентация в гостинице Татьяна недалеко от офиса, в котором мы сейчас с вами работаем. У каждого партнера есть возможность обратиться к службе технической поддержки в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, задать свои вопросы, получить на них ответы. То есть было бы желание это делать. В целом то, что я вам рассказал, действительно прекрасная возможность каждому из вас принять участие в крупном инфраструктурном, крупном инновационном, крупном инвестиционном проекте, приложить свои моральные, духовные, физические усилия в этом направлении и на выходе получить и серьезный источник дохода, ну и моральное удовлетворение, как я вам сказал. Вы можете гордиться собой, рассказывать о том, что не пропустили данную возможность по сравнению со всеми теми, которые прошли именно у нас. На данном слайде вы видите наши координаты в Москве, вот, вы можете нас найти легко, недалеко от метро Павелецкая, метро Тепуховская мы находимся. Поэтому, если у вас возникнет желание или надобность посещения нашего офиса, заранее можно созвониться по этому телефону с менеджером отдела информационной поддержки, договориться о том, что вы придетесь и вам уделять внимание. У меня на этом все, да, вот то, что я хотел сказать. У нас проходит большая череда мероприятий в режиме онлайн, то есть и сегодня, скажем так, уже вечером будет мероприятие, да, в нашей вебинарной комнате завтра, в выходные дни, то есть у нас есть подробный рассказ о технологии, который делает Александр Мунко по понедельникам и воскресеньям. Было бы желание разбираться технологией. Ознакомление с бизнесом Григория Миросниченко, да, какие шаги нужно делать. Технологию, которую освещает Алексей Суходович, Сергей Сибиряков по средам. То есть, дефицита информации нет. Было бы ваше желание эту информацию впитывать и, скажем так, размножать, распространять это всему миру. У меня на этом все. Хочу поблагодарить вас за то, что были сегодня на нашем вебинаре. Запись данного вебинара тоже велась. У нас есть в ютубе свой канал, называемый Skyway Webinars, на который вы можете давать ссылку своим партнерам потенциальным. Но лучше приглашать на мероприятия, которые проходят вот сейчас, в прямом эфире. Всем отличного вечера, всем здоровья людей и денег. Ну и до новых встреч на наших мероприятиях. Завтра маркетинг план в 13 часов в Москве.